Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения! Очень много вопросов задается по поводу войны, насилия, поэтому предлагаю вам глубокую, развернутую тему Ченнилинг. Архистротик Михаил. Свобода от насилия. Контактер, архитект. Читает Лора. Ченнилинг. Михаил, здравствуй! Ты бы мог, пожалуйста, ответить на вопрос читателя. Если вооруженный враг войдет в дом мирного жителя, чтобы подвергнуть его, его семью и даже детей издевательствам, насилию и смерти, то какими могут быть последствия для души этого мирного жителя, если он? Первое. Трусливо не станет сопротивляться. Второе. Не будет сопротивляться в соответствии с призывом Христа подставить другую щеку. Третье. Окажет сопротивление, в результате которого могут погибнуть враги и насильники, и он сам, и, возможно, кто-то из его семьи. Михаил, здравствуй, моя хорошая. При любых силовых взаимодействиях, в которых люди могут серьезно пострадать и даже умереть, слишком много переменных, чтобы с уверенностью говорить о каких-то конкретных следствиях. Поэтому все, чем я могу помочь людям, это понять основы высокодеструктивного энергообмена, по каким причинам его тяжело контролировать и к чему надо быть готовым тем, кто решится в него вступить. И сразу условимся, что мы обсудим поведение действительно мирных жителей, которые по своей воле никогда не стремились к насилию. Поскольку люди, имеющие подготовку для службы в полиции, армии, владеющие приемами рукопашного боя, обученные стрельбе и так далее, то есть по доброй воле, подготовленные к применению насилию, это все же другая категория людей, к ним же я отнесу людей по жизни соперничающих, борющихся, воинственных. Их путь надо обсуждать отдельно. Для мирного жителя самая эффективная стратегия поведения в условиях высокодеструктивных событий – это избегание насилия. В данном случае не ждать, пока некто с враждебным намерением войдет в дом, а переместиться заранее в более безопасное место. Это перемещение может быть связано со сложностями, неясно, где безопасно, нет денег на смену места проживания и так далее. Это может негативно оцениваться обществом или самим человеком как недостаток мужества или преданности каким-то, общепринятым целям и так далее. Но мы сейчас обсуждаем именно выход на минимальные последствия для души. Каждый может отказаться от насилия. Другой вопрос, что у этого есть своя цена. Но когда в цивилизации разворачиваются высокодеструктивные события, какая-то цена каждой душой все равно платится, поскольку сами по себе такие события имеют свойство перераспределять ресурсы. Причем у тех, кто не ожесточился, часто идет именно отток. Мирные души вынуждены что-то отпускать, отдавать, терять. И здесь может показаться, что человек, решивший отстоять свое в битве, может что-то выиграть. Но если он окажется слабее противника, выигрыша может и не быть. Риски потерять все, в том числе жизнь, слишком высоки. Но даже если человеку удастся отбиться от противника, его успех все равно очень условен. Это нужно четко для себя понять. Выигрыш, который душа получает, применяя насилие, всегда крайне относителен. Поэтому, если самая важная для человека жизнь и безопасность себя и своей семьи, стратегия избегания прямого столкновения должна быть рассмотрена в первую очередь. Именно она позволяет сохранять минимальные уровни деструктивности души. Физическое насилие, которое человек планирует применить для своей защиты, в любом случае должно быть обслужено по части энергообмена. Исходя из каких-то нравственных, этических размышлений, человек иногда допускает, что насилие в ответ на насилие может быть оправданным. Что это его не отяготит. Что чистота души запятана не будет. Но в данном случае ответ стоит искать глубже, на уровне течения потоков энергообмена. А на этом уровне уже очевидно, что любое применение насилия, вне зависимости от мотивации человека, почти никогда бесследно для него не проходит. Потоки осознания при таких процессах текут на сверхнизких частотах, которые для вашей цивилизации уже не родные, а заемные у темных миров. То есть физическое насилие человек вершит уже всегда в рамках демонических частот. И за это пользование темными распределителями потоков он платит личной силой. Кроме того, у человека может не быть и необходимых для битвы собственных состояний сознания, а без нужных состояний риски оказаться жертвой слишком высоки. Поэтому мирный человек, решивший вступить в схватку, часто из состояния сознания привлекает заемные. Ему может казаться, что он сам настраивается, мужается, продумывает, как он будет сражаться, но через эту настройку на самом деле идет запрос по сетям коллективного сознания на нужные инструменты. И в ответ на сильное намерение человека всегда находятся сути, готовые предоставить свои таланты во временное пользование. Тогда человек может в критические моменты проявить слишком стремительное, несвойственное ему поведение, так что и сам останется удивленным, откуда это в нем взялось. Таким образом, мирный человек, решивший активно защищаться перед сражением, может неосознанно заключить один или несколько контрактов с темными структурами. Он вовлекается в темные поля сознания, выстраивает двухсторонние связи с деструктивными сутями, чтобы они помогли осуществить его намерения. Темные сути, в свою очередь, забирают у человека часть его личной силы в оплату за обслуживание деструктивного энергообмена, а возможно и оплату за заемное состояние сознания, за заемную стремительность. Последующий отъем личной силы человека в обмен на предоставленные услуги темных структур длится до точки взаиморасчета. Резкость происходящих в это время с человеком событий повышается, часто проявляясь в травмах, болезнях, ярко выраженном невезении. Возможно и последующая череда насилия. Хотел бы я сказать, что такие союзы человека с темными сутями временные и ограничиваются экстренной ситуацией, но часто они имеют свойство упрочняться и существовать длительные периоды. Поэтому мирному человеку, никогда не стремящемуся в драку, по собственной воле стоит все хорошо обдумать, прежде чем вступать во взаимодействия, которые могут сильно изменить и его самого, и его последующий путь. Битва обычно заканчивается психологическими травмами, физическими увечьями или даже чьей-то смертью. После такого связь с темными структурами человеку будет закрыть сложно. Ему предстоит этап переваривания полученного интенсивного опыта. И все эти эмоциональные и мыслительные процессы будут сопряжены с душевной болью, виной, раскаянием, или же, напротив, с нарастанием гнева и обвинений в сторону других людей, мира, Бога. Этот энергообмен также нужно обслуживать, поскольку человек в такие моменты может усиленно выплескивать негативно окрашенный ресурс жизни. Но возьмутся за эту работу только темные структуры. То есть связи с ними у человека будут оставаться незакрытыми. И чем больше человек переживает, тем больше вероятность, что между его душой и темными сутями закрепится регулярный длительный обмен состояниями сознания. Человек может добровольно перейти к новым повышенным значениям деструктивности, загрубеть, стать жестче циничной или оказаться неспособным себя простить за содеянное и еще долго заниматься самоедством. Все это может сопровождаться последующими утратами, потерей ориентиров, отчуждением от родных и близких, распадом семьи, развитием пагубных пристрастий, алкоголизм и так далее. Поэтому каждому нужно хорошо подумать, а такой ли он человек, чтобы пробовать применять насилие. Ведь бесследно эти вещи ни для кого не проходят. Если жизнь была прожита мирная, человеку есть что терять. Для него применение насилия будет в любом случае означать повышение деструктивности показателей его души. Есть немало людей, у которых уже собран в других воплощениях определенный опыт насилия, и сами они об этом в глубине души знают. Есть и те, кто в текущей жизни прямо сейчас идут по этому пути. Им бы я хотел сказать, отказ от насилия будет своевременным в любое время, при любых обстоятельствах. Этого действительно ждут те, кому не безразлично развитие человека, кто сопереживает его душевной боли, и даже если у души воплощении намечена программа, прочно связанная с насилием, выход человека из такой программы будет расцениваться системой развития как серьезное положительное достижение. Разум удерживает свои деструктивные шаблоны мышления по многим причинам. Во-первых, закрыть отношения с темными мирами всегда непросто, потому что эти связи построены на силе и обладают повышенной прочностью. Во-вторых, человек и сам видит в своей деятельности смысл, интерес, выгоду. Возможно, где-то в глубине разума у человека даже стоит знак равенства между полнотой жизни и деструктивным поведением, поскольку оно дает особое интенсивное насыщение. Но это же чувство из-за своей силы имеет свойство выжигать душу, создавать бреши в тонких структурах, из-за которых у человека могут быть проблемы со здоровьем и негативные эмоциональные состояния. Интенсивный энергообмен человеку выгоден далеко не всегда, поскольку сам он плохо контролирует расход своего ресурса жизни. Не может увидеть и измерить, какой его поток, в каком объеме и куда перераспределяется. Этим заемным ограничителем восприятия часто пользуются темные структуры, подталкивая человека активней расходовать силы на деструктивное поведение. Какую реальную ценность он сам получает при этом – вопрос открытый. Иногда почти никакой. Один вред для души. Часто говорят, что все есть опыт. Но отдельно взятой душе ее собранный опыт по факту не всегда пригождается. При достижении определенной степени отягощения она просто не может удержаться на земле и уходит в темные миры. А оттуда уже в прежнем виде не возвращаются. Можно поразмышлять, что частица Бога остается целой, что душа, как капля, вливается в поток, а этот поток впадает потом в более мощную магистраль. И в переделах этого огромного, непостижимого человеку круговорота вселенских, экосистем, ресурс жизни никуда не девается. Капля потом просто проявляется где-то в другом месте, в иных свойствах. Но жизнь продолжает свое стремительное течение. Жизнь всегда побеждает. И хотя душа человека, не удержавшегося в свободных мирах, становится частью темных структур, позже она может вновь выйти на свободу. И в этом плане душам действительно ничто не угрожает. Нет, они продолжают свои странствия в пределах единого Бога, познавая все доступные вариации бытия. И все же, для разума большинства людей такая сверхидея замкнутых циклов остается слишком масштабной и далекой. Земляне пока не могут опереться на нее, когда выстраивают свою деятельность и принимают важные решения. Потому что освоение в полной мере этой идеи происходит на иных уровнях развития, когда душа уже способна воспринимать глобальные процессы энергообмена в виде прямого переживания. Человека же в данный момент заботят другие, более понятные ему вопросы, что будет с его маленькой душой, что будет с его опытом и наработанными свойствами его разума. Что будет со всем тем, что он ассоциирует со своим Я, с тем, что он обрел в рамках своего обособленного пути. И это тоже правильные вопросы. Всему свое время и место. На данном этапе развития душ об этом тоже нужно спрашивать. Все результаты индивидуального развития могут быть утрачены в том случае, если душа соскользнет в темные миры. Я говорю именно о контексте маленькой души. Чем темнее мир, тем ниже шансы, что она сохранит собранные результаты для личного пользования. Кто-то более сильный может просто поглотить ее ресурс жизни, а ее наработки с честь бесполезными. И наоборот, чем чище мир, тем больше бережности каждому живому существу, тем больше шансов, что к душе и ее достижениям отнесутся с уважением. Поэтому тем, кто стремится поберечь свою душу и свои результаты развития, необходимо всерьез задуматься о снижении деструктивности поведения. Это создаст положительный вектор, он поможет душе со временем перейти к жизни в сообществах, способных предложить ей не просто опыт, который иногда приходится получать со стиснутыми зубами, а опыт однозначно приятный. Интенсивность восприятия часто задает человеку особое всепоглощающее чувство усталости. Многие души уже давно блуждают в деструктивных мирах в поисках чего-то своего ценного, значимого. Они хорошо сейчас понимают, о каком чувстве я говорю. Это как усталость от ношения тяжелого доспеха. Пока его не сбросишь, легче не станет. Свою суровую броню можно носить, не снимая, странствовать в ней по мирам, считать ее неотъемливой частью себя. Можно думать, что доспех уже давно прирос к душе. И если его снять, то и от индивидуальности ничего не останется. Это не так. Броню можно сбросить, и ценность души после этого только возрастает. А усталость отступит. Ей на смену придет ощущение освобождения. Выход души из деструктивных программ – это всегда благая весть для всех живущих в Боге. Светлые учителя готовы помочь человеку закрыть очагачающие его душу связи. Ведь сброс брони, нарощенный во время прохождения опыта насилия, может быть не утратой, а обретением, которое раскроет душе новый путь. Этот путь потребует не меньше силы и стойкости, но душа больше не будет нуждаться в таких усиленных средствах защиты. В чистых мирах, куда доброжелательные души смогут перейти на новый этап развития, больше не будет посягательств на личные границы, а значит утрата тяжелой брони в итоге окажется ложной утратой. Настали сложные времена, и многие люди сейчас размышляют о том, что насилие в их жизнь может войти внезапно, и времени все обдумать не будет. Михаил. И все же время обычно дается. Вы ведь получаете информацию о том, что мир вокруг меняется, что могут быть какие-то негативные события. Чем менее деструктивен сам человек, тем больше у него шансов избежать насилия, поскольку у таких душ существует естественная защита, которую они своим дружелюбным образом жизни поддерживают на хорошем уровне. Но испытывать свою защиту не надо. Это мы уже обсудили. Есть люди, которые находятся в гуще деструктивных событий. Я думаю, они догадываются, что это не случайно, что их души прошли уже много подобного опыта, даже если они этого сейчас не помнят. Поэтому эти люди сейчас там, где они есть, и жизнь им через события действительно может задать серьезные вопросы, но все же эти вопросы не будут полностью внезапными и непредсказуемыми. При тщательном анализе собственной жизни человек способен спрогнозировать возможные направления испытаний, которые развернет для него жизнь, чтобы он совершил важные выборы, раскрыл свои подлинные свойства. Человеку важно подготовиться до того, как жизнь задаст вопросы, требующие безотлагательных ответов. Нужно заранее продумать и решить, как человек планирует себя вести в той или иной ситуации, на что он готов пойти в сложных обстоятельствах, а от чего он уверенно отказывается. Если заранее основательно проработать свои стратегии поведения, будучи предельно честным с собой, этого уже может быть достаточно. Чтобы жизнь человеку сложных вопросов через события не задала. Такая вероятность есть, я предлагаю воспользоваться этим мягким вариантом выяснения отношений с миром. Если тяжелые события для человека все же разворачиваются, заранее продуманный план действий все равно повысит шансы пройти испытания успешно. Ведь в условиях интенсивных негативных переживаний реакции человека часто проявляются для него самого непредсказуемо и нежелательно. Возможно, его рациональный разум отключится и сработают глубинные реакции. Откуда берутся эти реакции? Вопрос отдельный. Если поведение у человека проявляется агрессивное, это могут быть и личные наработки души, в том числе из других воплощений, и медвежья услуга от темных структур, с которыми у человека есть незакрытые связи. Если человек наоборот проявляет полную беспомощность, значит сходного опыта у души просто нет. Человек проваливается в информационную пустоту, не находя в памяти души ничего подходящего, поэтому лучше готовиться заранее и не рассчитывать на удачный экспромт в сложной ситуации. Необходимо уверенно проговаривать свои важные решения, чтобы ответы человека предвосхищали вопросы, которые через сложные события может задать им жизнь. Челенер. Мог ли сбалансированный учитель дать какой-то другой ответ по самообороне? Архистротик Михаил Я не рассматривал эту ситуацию с какой-либо морально-нравственной точки зрения. Процессы энергообмена любой, кто в них разбирается, опишет одинаково. Точно так же, как любой анатом одинаково опишет особенности пищеварения человека. Есть процессы, которые просто имеют место быть, вне зависимости от того, что мы о них думаем. Нравятся они нам или нет. Вообще, в подобных ситуациях можно принимать решения, исходя исключительно из приемлемости для себя того или иного положения дел, тех или иных состояний сознания. Чем интенсивней идет у человека мышление на низких и сверх низких частотах, тем грубее по отношению к нему будет окружающий мир. И первый шаг, чтобы выйти из этого порочного круга взаимной жестокости, должен сделать именно человек. Любой учитель из учительской системы отталкивается в своих ответах от предположения, что человек стремится к более благостной жизни. Поэтому мастера баланса ответят на ваш сегодняшний вопрос сходным образом, а темные сути охотно проведут человека через тяжелый опыт, чтобы он сам прочувствовал все последствия своих поступков. Такова их работа. Они мало объясняют человеку словами, а куда чаще дают понять через непосредственное проживание событий и состояние сознания. Сколько бы ни длилось познание деструктивных миров, по каким бы путям не следовало душа, раньше или позже она окажется на распутье, чтобы прийти к подлинно мирной радостной жизни. На этом распутье есть всего одно направление отказ от насилия. Только сбросив деструктивное отягощение, душа принципиально изменит свои состояния сознания и тогда ее отношения с миром станут намного теплее. Все остальные направления, несмотря на их увлекательность, закольцованы и в итоге вновь приведут душу к распутью. Есть множество путей, но подлинный путь только один, и он ведет к Богу. Этим подлинным путем можно пойти, если принять очень простую и одновременно сложную для человека мысль, что вражда есть лишь иллюзия вражды. Но чтобы выйти из этой иллюзии, нужно прекратить ее писать своими живыми эмоциями, нужно перестать в нее верить. Тогда иллюзия разделения утратит свою силу, и человек увидит скрытые от него ранее связи между всеми душами, между всеми существующими в мире вещами и явлениями. Сам человек, его друзья и враги, близкие и чужаки, любимые и ненавидимые, все окажутся объединены в целостные сплетения нитей связей единого Бога. А желание разделять и навешивать ярлыки уйдет. Я убежден, что через этот опыт познания божественной связанности пройдут в свое время все души земли. Светлая иерархия порадуется за каждого, поможет каждому, кто устремится обрести и разделить с нами единое божественное виденье. На этом мы сегодня прощаемся. Я благодарю тебя за то, что ты продолжаешь задавать учителям важные вопросы, несмотря на сложные личные обстоятельства. Челенир, Михаил, благодарю, я всегда тебе рада.